Визелотон. Сповельняю я помутнение крышталка при катаракте. Супер неожиданно для всех, я думаю, впервые в человеческой истории закончилось в ничью. Президент России Владимир Путин заявил, что не будет карать, наказывать, разгонять или каким-то еще образом преследовать участников этого мероприятия. Ну а сами не сказали, что власть никогда брать не собирались и вообще готовы уехать в другую страну, в данном случае в Беларусь, чтобы дальше продолжить там свою деятельность. То есть никто в общем сильно не пострадал, если конечно не считать пострадавших, в число пострадавших не включать репутацию, потому что и репутация Пригожина, если таковая вообще была, она пострадала. В принципе, наверное, можно говорить о том, что репутация Пригожина была, потому что она была плохой, но она все-таки была. То есть он считался головорезом, таким человеком с оторванной пушкой, который может вытворить любое абсолютно злодействие, ему море по колено, на все наплевать и так далее. В общем, выяснилось, что нет, он струсил, видимо, в какой-то момент и решил дать заднюю, дать заднюю, что называется, включить заднюю скорость. Ну а Владимир Путин, в свою очередь, несмотря на образ крутого лидера, такого способного силой решить любую проблему, которая ничего не боится, которая, значит, верхом на медведя скачет по тайге и так далее, Так вот, он, в общем, тоже испугался, очень сильно испугался, причем все люди сейчас, так или иначе, имеющие отношение к российской элите, говорят, что этот, эти пару дней, 23-24 июня для Владимира Путина, он пережил страшнейшее потрясение. И, в общем, никогда в жизни он, наверное, так сильно не пугался, если не читать каких-то моментов из его детства. В общем, подведение итогов получилось достаточно странным, в том смысле, что каждый из участников и почти все наблюдатели, у них итоги свои. И как раз так получилось из-за неопределенности результатов всей этой истории. Ну, Владимир Путин говорит, что все сплотились, россияне сплотились вокруг армии, армия сплотилась вокруг Путина и спецслужбы, и все вместе они, значит, дали отпор мятежу. Там даже введено в оборот слово, такое словосочетание, подавление мятежа. Хотя, как мы все видели, прекрасно никакого подавления не было, никакая действующая армия не встала горой на защиту режима, такого не было. Просто эти мятежники, в общем, сами разошлись, никто их не подавлял. И вообще, конечно, несоответствие официальной версии всеми наблюдаемой совсем недавно реальности бросается в глаза очень сильно. Потому что, вот, например, губернатор Ростовской области, которому сейчас, видимо, начало прилетать за то, что его подопечное население цветами и караваями встречало вагнеровцев. Сейчас он говорит, что эти встречающие, это были сами переодетыми вагнеровцами. Он говорит, на полном серьезе утверждает, что вот эти все женщины, дети, которые фотографировались с танками, лазали по танкам, которые приветствовали вагнеровцев. Это все были сами вагнеровцы, только в женском платье и в детском, видимо, платье. Я уж не знаю, как такое может быть. Но вот, тем не менее, он говорит, что жители Ростовской области сидели по домам, готовили коктейли Молотова, готовились отражать мятеж. Ну, это, конечно, опять же, полное фуфло, потому что все все видели прекрасно. Тем не менее, официальная российская версия гласит о том, что мятеж удалось подавить за счет всеобщего сплочения населения вокруг Владимира Путина. В реальности, конечно, этого не было. Более того, все видели, что, ну, на самом-то деле, все было совершенно по-другому. Потому что сам Владимир Путин утром 24 февраля, ой, извините, какой февраля, июня, естественно, утром 24 июня он благополучно отчалил в свою резиденцию долгие бороды на Валдае. Причем он взял с собой еще премьер-министра, чтобы у премьер-министра Мишустина не появилось искушение присягнуть на верность мятежникам и самому стать президентом. То есть Путин смылся. Огромное количество его царедворцев, бояр, олигархов, генералов и так далее, а также членов их семей, сотрудники администрации президента. Администрация президента 24 июня наполовину опустела. Почти все уехали. Более того, все читали телеграм, все видели о том, что российская армия в общем собиралась сплочаться вокруг Путина, а она совершенно спокойно пропускала войска вагнеровцы, которые шли без остановки на Москву. То есть ни о каком сплочении в реальности, конечно, речи не было. Более того, сейчас Z, вот это сообщество, то есть сообщество сторонников войны, ненавистников Украины и отчасти сторонников Путина, оно, наверное, даже, можно сказать, более разобщено, чем до вот этого самого противостояния, до этого мятежа, потому что с Пригожиным, как с человеком, именно лично многие дружили, очень многие его поддерживали, поддерживали в том числе публично. Есть такой класс граждан в России, который называется Z-поэты, то есть это такие, как правило, плохие поэты, которые пишут стихи про войну. Вот они писали огромное количество поэма настоящие, писали в помощь, прославляющей вагнеровцев и Пригожина. И вот что сейчас будут эти Z-поэты писать, в общем, не очень понятно. Более того, в российском парламенте есть такая партия «Справедливая Россия», и эта партия, лидер этой партии Сергей Миронов, бывший то ли сослуживец, то ли однокашник Путина, он объявил себя главным сторонником Вагнера в Госдуме и разгуливал по этой самой Госдуме с кувалдой, которую ему подарил лично Пригожин. Куда он эту кувалду сейчас себе засунет, тоже большой вопрос, потому что, как вы понимаете, сейчас такая кувалда является скорее компроматом, чем знаком отличия. Таких людей, на самом деле, довольно много, которые поддерживали, собственно, вагнеровцев, и сейчас все они затаились и ждут, что не начнутся ли какие-то против них репрессии. А репрессии, я думаю, начнутся, тем более того, они уже начались, и я думаю, я о них еще успею сегодня рассказать, потому что, когда система начинает пожирать сама себя изнутри, это означает, что, в общем, этой системе, скорее всего, долго не жить, если только у нее нет какого-то безограничного ресурса, а в России безграничных ресурсов нет, там почти все уничтожено за годы правления Владимира Путина. Еще одно важное свидетельство того, что все не так, как на самом деле, что официальная российская версия подавления мятежа несколько хромает, я бы даже сказал, хромает на обе ноги, или даже на все три ноги, правильнее, наверное, сказать в этом случае, потому что речь идет о свидетельстве Александра Лукашенко, бывшего президента Беларуси, ныне являющегося узурпатором власти в этой стране, диктатором. Он сказал, он дал, вообще говоря, полуторачасовую пресс-конференцию, которая, в общем, превратился в его такой монолог, во время которого он рассказывал о том, какой он герой, какой он молодец, как он спас Российскую Федерацию Владимира Путина, и как сам Путин проспал ситуацию, это цитата из Лукашенко, он ее пропустил. Лукашенко рассказал, что Путин реально испугался, что не знал, что делать. Он начал звонить, Путин, когда понял, что начался мятеж, начал звонить Пригожину, названивать Пригожину, а Пригожин, представьте себе, не брал трубку, он отказывался разговаривать с Путином по телефону, и отчего Путин пришел в абсолютнейшую пространство, потому что он никогда в жизни не был, ну, за последние лет 20 не было с ним ситуации, чтобы кто-то отказался с ним говорить по телефону, тем более внутри Российской Федерации. Может быть, какие-то заграничные лидеры с ним иногда время от времени не хотели разговаривать, но внутри России-то с ним никто ему не мог отказать в разговоре, а тут Пригожин отказывается. И вместо того, чтобы поговорить с Владимиром Путином, пойти на какие-то условия, обсуждения, он двигает войска на Москву. И Лукашенко, в общем, всю эту историю так представил, что это он практически в одиночку спас и Российскую Федерацию от захвата вагнеровцами и Владимира Путина, от того, чтобы ему, значит, там, кувалдой этой что-то нехорошей вагнеровцы сделали, как они это умеют делать. Они об этом даже видеоролики соответствующие регулярно снимают. То есть, Лукашенко показал мечущегося маленького бедненького Путина, который скулит и не знает, куда деться, и перед лицом нарастающей угрозы, и тут приходит к нему большой, такой, добрый Лукашенко и отодвигает от него угрозу, и, в общем, говорит, что ладно, так и быть, я тебя спасу. Собственно, по словам Лукашенко, естественно, это все версия Лукашенко самого, только благодаря его приговорческим навыкам удалось спасти ситуацию, спасти Путина от падения его режима, хотя сам Путин на тот момент, когда Лукашенко договаривался с Пригожиным, вроде как уже сбежал из Москвы. И на защиту Москвы от Пригожина даже дошло до того, что Лукашенко собирался отправить свою белорусскую армию. Ну, это, знаете, тут явно белорусский диктатор платит той же монетой Владимиру Путину, которой Путин с ним расплачивался в 2020 году. Помните, тогда у Лукашенко начались очень серьезные проблемы внутри страны, его самого тогда чуть не скинули, там, правда, был не вооруженный мятеж, не военный, а вполне себе демократическая революция, но тогда эту революцию удалось победить лишь полным напряжением сил внутри белорусского репрессивного режима, плюс благодаря неограниченной помощи из Москвы. После того, как Лукашенко был спасен, тогда Путин буквально сел на голову Лукашенко и начал диктовать свои условия того-сего пятого-десятого, просто говорит, что я тебя спас, ты мне вообще по гроб жизни обязан, ты мне теперь должен сапоги лизать. И Лукашенко куда деваться приходилось лизать сапоги. Он к Путину приезжал раз в пятнадцать за последний год, плюс Лукашенко разрешил использовать территорию своей страны и для хранения российского ядерного оружия, и для нападения на Украину, и вообще чего только нет. То есть Лукашенко был низведен практически до уровня российского губернатора. И вот сейчас у него подвернулась возможность отомстить в эмоциональном, психологическом плане Владимиру Путина, и он этой возможностью не применил воспользоваться. Более того, если у Путина было несколько отрывистых, коротких обращений к народу по поводу этого мятежа, по поводу всего того, что произошло, в которых Путин, в общем, особо никаких деталей не давал, то Лукашенко, вот как я и сказал, полуторачасовой рассказ со всеми подробностями, с какими-то леденящими душу откровениями и рассказами, и шутками, и прибаутками. То есть Лукашенковская история реально очень сильно отличается, вообще всего произошедшего, сильно отличается от путинской, в которой народы и армия сплотились вокруг вождя. На самом деле у Лукашенко, говорит, никого сплочения не было, все разбежались, и вот только-только усилия самого белоруса смогли вытянуть Путина из той ямы, в которой он оказался. На самом деле, конечно, Лукашенко не самый честный человек на планете, как вы понимаете, скорее даже наоборот, но в его версию, вот сейчас тот самый случай, когда в его версию событий веришь все-таки больше, чем в версию официальную российскую, путинскую, потому что, ну, надо сказать, конечно, если был бы чемпионат мира среди лгунов, лжецов на свете, то Лукашенко и Путин, ну, как бы шли в ноздря в ноздрю, но вот в данном случае, конечно, Путин опередил Лукашенко и наврал больше, чем Лукашенко, потому что, ну, смотрите, во-первых, Путин действительно сбежал из Москвы на Валдае, об этом есть соответствующее сообщение с Валдая, где были перекрыты все дороги, где пронеслись кортежи самого Путина и Мишустина, куда улетели самолеты из Москвы и так далее. То есть, и плюс в Москве 24 числа никто Путина не видел, никто не мог его найти, обнаружить. То есть, Путин действительно сбежал, испугался. Это во-первых. Во-вторых, после завершения мятежа Путин был максимально суетлив. Я его таким суетливым не видел никогда. Он очень много мельтешил, он очень рассыпался в благодарностях ко всем-всем-всем. Это, знаете, он и армию благодарил, и народ благодарил, и самого Лукашенко он благодарил, и благодарил кого только не. Это, знаете, похоже очень на человека, который чудом выжил в авиакатастрофе. На него, или в каком-то другом страшном бедстве, на него налетает прям волна какая-то благодарности просто за то, что он жив, он готов благодарить всех, он счастлив, он в эйфории определенно находится, он готов стены, деревья, леса, дома, все мироздание сказать, всему мирозданию сказать спасибо-спасибо-спасибо за то, что я еще живой. Поскольку за час или за день до этого он уже внутренне попрощался со своей жизнью. И вот у Путина совершенно такая же ситуация, он там бегал, всех благодарил. То есть, в том числе Лукашенко благодарил и не отрицал. То есть, Путин не стал говорить, что Лукашенко врет, что такого не было, что на самом деле все спланировали. Нет, Путин сказал, Путин промолчал, он версию Лукашенко вообще никак не комментировал. Плюс, опять же, то обстоятельство, что сам президент России буквально несколько строчек прочитал через телесуфлер, говорит о том, что, в общем, сказать ему нечего, по большому счету. А то, что Лукашенко больше часа без суфлера разглагольствовал на тему того, какой он герой, в общем, дает ему некоторое кредибилити, то есть повышает к нему уровень доверия именно по этой теме. Почему? И в сравнении с Путиным, поскольку действительно без суфлера больше часа говорить сложнее на заданную тему. Если ты все врешь, то тебя обязательно поймают на этом. А если Лукашенко не поймали, как я понимаю, пока его еще не поймали, даже россияне не говорят того, что он там что-то наврал, значит, скорее всего, ну, по большей части, канва, по крайней мере, более или менее правильная. Конечно, Лукашенко в своем рассказе куда же без этого преувеличил свой героизм, но то, что Путин испугался, это совершенно бесспорно. И теперь начинается более интересная еще история. Свой страх он не может простить. Ни тем, кто заставил его испугаться, ни другим людям, которые увидели этот страх, ни тем более самому себе. Вот самому себе он страха этого простить не может особенно, потому что он не привык бояться. Это чувство его сейчас, конечно, причем бояться не просто, там, испугался чего-то абстрактного, он испугался реально за свою жизнь, боялся, что его сейчас вот придут и прикончат. И это ему, конечно, к такого роду страха он давно уже от него отвык, и для него это было, ну, скажем так, в новинку, наверное. И он явно теперь недоволен собой, недоволен тем, что он это чувство испытал, и тем, что все вокруг заметили, что он это испытал. Поэтому ему сейчас нужно как-то это компенсировать, чувство выдавить его из себя. Каким образом это можно сделать? Ну, всегда диктаторы это делают всегда и везде одним и тем же способом, они просто начинают репрессии. Репрессии, поскольку в России сейчас практически не осталось никаких оппозиционеров, они все либо убиты, либо сидят, либо выдавлены его на страны, то в репрессии Владимир Путин может начать только в своей группе поддержки. Ну, поскольку в России других-то людей, в общем, не осталось. Есть, ну, конечно, болото, это простые обыватели, которым все до фени, до лампочки, и которые с удивлением взирают на все происходящее, стараясь в этом никак не участвовать. А есть люди, которые, ну, так или иначе, участвуют в какой-то политической слэш-общественной жизни, и туда пускают только сторонников Владимира Путина. Вот эту политическую, общественную жизнь, это, соответственно, именно с ними придется разбираться. То есть надо искать кого-то виноватого среди сторонников самого Путина. Сейчас в России в связи с этим, в связи с тем, что Путин не может простить себе этого страха, уже практически официально начинаются репрессии против своих. Проверяют сейчас уже. Военная контрразведка проверяет пограничников, проверяет военнослужащих российской армии, которые отказались стрелять в вагнеровцев, когда те переходили границу и вообще выстреливались в колонны и шли на Москву. То есть тогда же отдавались приказы остановить, не допустить и так далее. А военный, ну, не знаю, пограничник, если он сидит на заставе, у него там 20 человек с ним, и на него едет колонна в 5000 человек. Да, понятное дело, что он, ну, конечно, может геройски погибнуть, но, в общем, особого смысла в этом нет. Скорее всего, сложат оружие и отойдет в стороночку. Собственно, так и происходило. Мы даже видели ролики, которые распространялись своими вагнеровцами о том, как вот там действительно целые погранотряды складывали оружие и отказывались воевать, стрелять в вагнеровцев. Но то же самое было и с другими воинскими подразделениями. Как вы понимаете, там какие-то воинские части на пути следования вагнеровцев из Ростова-на-Дону в Москву были, но все они как-то отказались воевать. Больше всего, тем не менее, претензий не к наземным частям, а к военно-космическим силам, то есть ВВС, то, что называется в нормальных странах, и к командующему ВКС Сергею Суровикину. Да, да, тот самый генерал Армагеддон, генерал, которого там много всяких странных эпитетов, который, я бы сказал, на что похож, но я не могу это сказать в эфире. Так вот, этот самый Сергей Суровикин, он, помимо того, что он некоторое время управлял операциями российской армии в Украине, так он еще и является, и являлся руководителем ВВС России. Выяснилось, что во время мятежа вагнеровцев ВВС не пытались даже помешать движению этих колонн, хотя там Путин вроде как отдавал соответствующие приказы. Вы же скажете, а как же так? Мы же видели, как какие-то самолеты бомбили колонны, и даже 7 или 8 самолетов были сбиты, вертолет был сбит, это что такое? А это была армейская авиация, потому что есть авиация ВВС, это одна, так сказать, епархия, а есть своя авиация у сухопутных наземных сил, это так называемая армейская авиация. Вот она и пыталась наносить удары по движущимся в Москву колоннам вагнеровцев. Так вот, выясняется, что Суровикин саботировал приказы о нанесении ударов по мятежникам. Таким образом, он попадает под подозрение, не был ли он в сговоре с этими самыми мятежниками, и буквально вчера Международное средство массовой информации нам сказали, что таки да, Суровикин действительно в таком сговоре был, что он на самом деле являлся чуть ли не частью коварного замысла по смещению Владимира Путина. Сразу нескольких СМИ западных написали о том, что Суровикин на самом деле знал о готовящемся мятеже, и мало то, что он знал об этом мятеже, он еще и был, по сути дела, его участником, поскольку, вот как пишется, например, CNN, он, Суровикин, уже давно является секретным VIP, то есть высокопоставленным членом ЧВК Вагнера. То есть он даже, у него как бы двойная лояльность, одна лояльность в отношении вооруженных сил Российской Федерации, а другая лояльность, он лоялен Вагнером. При этом, по данным западных СМИ, Суровикин знал о мятеже, не сказал об этом Путине, а ряд других генералов, они как бы типа начали догадываться и доложили Путину, что начинается какое-то движение странное у вагнеровцев. И вот эти другие генералы, они вроде как молодцы теперь, и они герои, а Суровикин не молодец и не герой, более того, его сейчас собираются там третировать, и вроде бы его даже арестовали. Сообщения об аресте идут противоречивые, кто-то говорит арестовали, кто-то говорит не арестовали. Мы его пока в тюрьме не видели, на скамье подсудимых и так далее. Плюс сейчас, вы знаете, вырисовывается очень интересная история, связанная с Суровикиным. История эта гласит следующее. Суровикина как бы хотят арестовать, наказать и всякое такое, но публично этого делать не будут, чтобы не вызывать брожение в войсках. Смотрите, есть такой телеграм-канал ВЧК ОГПУ, он пишет часто довольно прикольные инсайды, и очень часто эти инсайды являются правдой, они сбываются. Вот что он пишет по поводу ситуации с... Вообще, как развивался мятеж и роли Суровикина в этом мятеже. Это очень интересно. Цитата. Понимая, что предпринятые ранее попытки сместить Шойгу и Герасимова с помощью публичной их дискредитации со стороны Пригожина не увенчались успехом, было принято решение использовать возможность переброски сил и средств ЧВК с целью физического захвата Шойгу и Герасимова и последующего доклада Путина об истинном положении дел. То есть имеется в виду, что, смотрите, ЧВКшники, то есть Пригожин, его люди, они долго хотели пробиться на... Или Суровикин тот же, да, они долго хотели пробиться к Путину на доклад и сказать, что на самом деле ситуация на фронте не такая, как говорит Герасимов и Шойгу. Но Шойгу и Герасимов не давали этого делать, поэтому они, ЧВКшники, вас решили, ага, мы сейчас будем менять дислокацию, мы будем уходить с фронта на какие-то там свои полевые лагеря, и давайте под этим соусом возьмем просто в плен захватим буквально Шойгу и Герасимова и когда эти двое будут сидеть у нас в плену, мы пойдем на доклад к Владимиру Путину и расскажем Путину, какова ситуация в войсках на самом деле. То есть типа мы власть захватывать не будем, мы просто на время отодвинем от путинского уха Шойгу и Герасимова. Но Шойгу узнал об этом плане, и вот как пишет ВЧК ОГПУ, дальше произошло следующее. Узнав о данных намерениях заговорщиков, Шойгу успел доложить Путину о том, что готовится государственный переворот. Целью этого переворота является свержение самого Путина. И для недопущения этого переворота необходимо нанести превентивный удар по заговорщикам. То есть Шойгу решил эту всю информацию немножко творчески переработать и сказал Путину, что на самом деле тут Пригожин и его люди собираются провести госпереворот и скинуть самого Путина. Поэтому нужно срочно бомбить позиции ЧВК. И собственно эти удары были нанесены, помните, в самый первый день, еще 23 июня, Пригожин просто криком кричал, что по нам нанесли ракетный удар, у нас там типа тысячи погибших, много погибших он говорил, и что из-за этого мы начинаем выдвижение и будем, в общем, захватывать власть. То есть он не сказал, будем захватывать власть, а мы начинаем движение на Москву, вот такого плана он сказал. То есть вот таким образом Шойгу с Герасимовым сработали на опережение. И вы же помните, когда в самом начале, когда начался только этот мятеж, Пригожин говорил, что его целью является действительно захват Герасимова и Шойгу. Он даже говорил на встрече с Юнсбеком Евкуром, замминистра обороны России, что целью его прихода в штаб Южного военного округа является захват Шойгу и Герасимова. Он говорит, дайте мне Шойгу, дайте мне Герасимова, потому что если вы не дадите мне Шойгу и Герасимова, я пойду на Москву и я не отдам Ростов-на-Дону. Собственно, он, Пригожин, именно этих людей и хотел схватить. Но у него не получилось, и поэтому, собственно, насколько я понимаю, весь его мятеж сложился не так успешно, как он хотел бы. Но Путин потом уже позднее дал гарантии неприкосновенности Пригожину. Я бы к нам есть Пригожина в эти гарантии не верил, но ладно, тем не менее. И после того, как Пригожин оказался неприкосновенным, что его сажать нельзя, его судить нельзя, он ни в чем не виноват, то Суровикин таким образом остался самым высокопоставленным организатором, в кавычках, наверное, восстания, за которым и пришла военная контрразведка. То есть Пригожин, который всю эту штуку затеял, он как бы слился, а Суровикин оказался крайним стрелочником. Хотя не совсем стрелочником, видимо, он тоже имел какое-то отношение ко всей этой истории. Ну и судя по последним данным, Суровикин действительно находится под арестом, и у него сейчас выведывают, кто еще мог знать про этот мятеж. Но Пригожин сам, я думаю, на захват власти не пошел бы в одиночку. Я вообще даже думаю, что он не просто на захват власти, он бы даже побоялся самостоятельно захватывать Шойгу и Герасима. Поэтому, скорее всего, о его марш-броске знали очень многие люди. Кто мог знать? Ну, его какие-то доверенные друзья-лица, типа какие-то, наверное, пропагандисты, какие-то ведущие телеграм-каналов, какие-то просто кореша. Соловьев. Владимир Соловьев, известный всем пропагандист, абсолютно безумный. Он большой кореш Пригожин. Они вместе фотографировались и так далее. То есть, они вообще друзья, они разлей вода. Я думаю, скорее всего, он знал. Миронов, которого я упоминал, тот самый депутат Госдумы, начальник партии «Единая Россия», который с кувалды бегает по Госдуме. Захар Прилепин, который просто вот прям лучший друг Пригожина. Пегов, такой корреспондент Воргонза, да, он там интервью брал у Пригожина и так далее. То есть, это тоже человек из Пригожинского круга. Знал бы еще наверняка и этот, господи, Владлен Татарский, который тоже прикормленный Пригожином военкор, но с Татарским, знаете, как нехорошо получилось, некоторое время уже назад. Потом всякие творческие, вот эти поэты, писатели, которые поддерживают, которые поэмы писали про Вагнера. Наверняка тоже у них была какая-то информация. А также, самое интересное, бизнесмены, с которыми у Вагнера дела, они, я думаю, готовились к чему-то подобному. Тульский губернатор Дюмин, у которого есть свои интересы во всей этой истории, он называется одним из возможных преемников Путина или одним из возможных следующих министров обороны. Игорь Сечин, который с недавнего времени очень хорошо задружился с чувака Вагнера. Ротенберги, братья, это приближенные Путина, у которых тоже, которые видели в Пригожином, в Пригожине, такой свой союзный им военный отряд. Ну и так далее. Много там людей, у которых были очень серьезные отношения с Пригожиным, с его структурами. Кто-то из этих людей наверняка знал о том, что готовится. Кто-то не знал. Но тут важно то, что эти люди, они уже даже не второй эшелон российской власти, вот Ротенберги, например, или Сечин, или Дюмин. Это первый эшелон российской власти. Вот сейчас наверняка их начнет теребить ФСБ. Их будут трясти, и скорее всего, что-то из них вытрясут. А потом их ресурсы, их активы начнут делить победителя. То есть тут еще назревает очень серьезный вопрос с дележом имущества. Поскольку в России не может быть прямого наезда на Владимира Путина, наезды там идут на одной группе его окружения, на другую группу его окружения. Вот сейчас одна часть российской элиты запросто может сказочно обогатиться и повысить свой статус, свое влияние за счет уничтожения вот этой Пригожинской и околопригожинской группы российской власти. Особенно если будет команда ФАС, а такая команда, видимо, уже дана. Сейчас уже довольно громко звучит, что в прессе, по крайней мере, уже много звучит призывов таких, что надо всех выкорчевать друзей Пригожина из российской власти, всех поименно найти, всех, кто с ним фотографировался, кто с ним мелкие дела, кто его поддерживал, всех этих товарищей нужно к ногтю и на Колыму и так далее. То есть, тут сейчас в российской армии, в российской федерации, в российской власти, точнее сказать, один из важнейших кланов этой структуры, одна из колонн, на которых стояла весь этот режим, она как бы обрушилась. И сейчас эту колонну начнут сжрать, уже упавшую колонну, другие две, а то и три колонны. Поэтому сейчас в России, видимо, появится новая конфигурация власти, какой именно она будет. И опять же, там уже новый конфликт начинает разгораться. И вот о чем именно речь, давайте в следующей части. Подписывайся на канал Радио НВ Ось Тут.